На протяжении двух дней легкоатлеты из 23 спортивных школ Брестской области боролись за места на пьедестале почёта. Всего 200 юных спортсменов соревновались в беге на различные дистанции, в спортивной ходьбе, прыжках в высоту и длину, метании диска, копья и молота, а также толкании ядра. В спартакиаде предшествовали упорные тренировки. Тренировки пять раз в неделю. Тренировки тяжёлые, но результаты очень хорошие. Сто с барьерами я очень редко бегаю, большинство 60 с барьерами. Соперники есть и сильные, есть и слабые, надо побороться. Эти соревнования среди детей 2006-2002 года в рождении являются первыми в этом сезоне. У них будет проходить спартакиада, потом ещё и первенство Республики Беларусь, где лучшие спортсмены Брещины и области представят команду на республиканских соревнованиях. Но это первый этап у них отбора. Эти юные легкоатлеты находятся в начале спортивного пути. У них есть на кого равняться. Ведь не так давно сборная Брестской области привезла с Кубкой Европы по метаниям две золотые и четыре бронзовые медали. Но и среди этих ребят уже есть те, кто подаёт большие надежды. Выигрывал область. В 2019 году становился лучшим спортсменом среди 5-6 годов. Выигрывал Республику. Я жду выигрыша на обоих дистанциях. У этих детей всегда вкладывается довольно много сил. И конечный итог – это всегда республиканские международные соревнования. Сегодня приехала команда наша, именно спортивная школа, выступать. Ну и надеемся отобраться на республиканские соревнования своей командой. Соревнования проводились в личном и общекомандном зачёте. При этом в каждом виде программы от команды допускалось по три спортсмена. А в зачёт шли 12 самых высоких результатов. Лучшими по итогам спартакиады стали Максим Башко в метании копья, Елизавета Бойко в метании диска и толкании ядра, а также Владислава Лисюк в спортивной ходьбе. Субтитры создавал DimaTorzok